Всем привет! Сегодня мы научимся устраивать Stable Diffusion прямо внутрь Photoshop. Для этого нам понадобится расширение, сам Stable Diffusion, Photoshop и Adobe Creative Cloud. Как устанавливать Stable Diffusion вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале, в теме полезности, перелистывайте в самый верх, там будет две ссылочки на установку локальную и на установку в Google Collab. Итак, приступим. Первым делом, что нам нужно сделать? Переходим в GitHub и качаем расширение для Photoshop. При условии, что сам Photoshop у нас уже скачем. Следующим делом нам нужно установить Adobe Creative Cloud. И тех, кто ходит под парусом, не переживайте, у вас тоже будет все работать. Я уже скачал Creative Cloud, вы просто это делаете, устанавливаете его и далее мы переходим в Creative Cloud. Тут нам нужно установить наше расширение. Для этого мы переходим в сток и магазины, все плагины и управление плагинами, вернее вот сюда. И перекидываем в Creative Cloud, в это место, наш плагин. Произойдет установка. Если она не происходит у вас с перетаскиванием, то просто запустите ее через запуск непосредственно. Да, установить на компьютере. Устанавливаем. Плагин StableArt установлен. Используйте меню плагины Photoshop. Открываем наш Photoshop. У нас здесь уже открылся StableArt по умолчанию. Но если у вас его не будет, вы можете перейти в подключаемые модули StableArt, StableArt. И перетащим его в удобное место, в котором нам удобно будет его использовать. Что нам нужно сделать дальше? Нам нужно запустить Google Коллаб. И в нем непосредственно наш StableArt фьюжн. Я это уже предварительно сделал. И отсюда нам нужно взять вот эту вот ссылочку. Мы ее копируем. И вставляем вот сюда. В Endpoint. Теперь оно подключится к нашему Google Коллабу, к нашей стабильной диффузии. Если у вас локально запустена стабильная диффузия, вы можете указать локальную ссылку. И также использовать. Тут можно выбрать модели. У меня стоит по умолчанию та, которая уже сейчас включена в стабильной диффузии. А далее все по стандартному. Промпт, негативный промпт, стайл он ваш подгружает. Сид, потом сэмплинг метод. Я выставлю DPM to Karos. Потом количество шагов я выставлю 24. И CFG Scale я выставлю 7, пусть стоит по умолчанию. Давайте теперь разберемся с функциональностью StableArt. И как он будет работать с фотошопом. Изначально мы здесь видим три переключателя. Это TXT to IMG, IMG to IMG и InPaint. В принципе, то же самое, что и в стабильной диффузии. Давайте рассмотрим для начала TXT to IMG. Для того, чтобы работать с этой вкладкой, для того, чтобы генерировать промпты прямо в фотошоп, мы просто выделяем область, внутри которой мы хотим генерировать промпт. И пишем, что мы хотим сгенерировать. Допустим, я напишу Forest. Forest, Forest, пусть будет Forest. Почему нам нужно обязательно выделять область? Поскольку если мы не выделим область, StableArt изначально сгенерирует стандартный размер 512 на 512 пикселей внутри наше изображение. Если мы выделяем область, то он будет генерировать именно внутри нее. Это очень удобно. Сейчас я вам объясню, где и как это можно использовать. Подождем, пока произойдет генерация. И пока она происходит, мы возьмем картиночку из интернета, с которой мы тоже будем дальше работать. Я возьму любой портрет парня. Единственное, что я бы взял горизонтальный для наглядности. Например, вот этот. Мы его скопируем. И также переместим в Photoshop. У нас пока генерация продолжается. Мы ее трогать не будем. Скорость генерации, как обычно, зависит от вашего железа и от того, где вы генерируете. Парня мы применим. Пусть он у нас пока полежит. Мы его скоро о нем поговорим чуть-чуть дальше. Итак, продолжаем ждать, пока произойдет наша генерация. Она выдала ошибку по какой-то причине. Какие могут быть проблемы? Первая проблема — это слишком большое расширение. Вторая проблема — это в Advanced Setting указано слишком большое количество изображений. Он пытается генерировать сразу, из-за чего возникают ошибки. Давайте укажем, что нам нужно сгенерировать всего одно изображение и попробуем снова. Указываем область всего холста и нажмем Generate. Да, мы получили наш результат, нашу генерацию. Вот мы видим лес. Он приметился у нас из стабильной диффузии прямо в Photoshop, и это очень здорово. Что мы можем еще здесь сделать? Мы можем выделить область поменьше и написать 3, то есть дерево. И посмотрим, как он поработает с этой конкретной областью. Нажмем также Generate. Здесь будет происходить все немножко быстрее, расширения намного меньше. Поэтому генерация происходит почти моментально. Вот наше дерево. Однако мы видим, что дерево никак не вписывается в общую композицию, в общий цветокор и тому подобное. Поэтому мы можем перейти в другую вкладку, в Image to Image, либо InPaint. В данный момент давайте рассмотрим InPaint. Вот функциональность InPaint в целом та же самая, что и внутри Stable Diffusion. Мы просто выбираем область, вставляем запрос тот же, и указываем, насколько сильно будет доноситься от Strange. Насколько сильно и наша генерация отойдет из изначального концепта. Я ставлю пока 75 для теста, но обычно нужно сделать побольше. Итак, попробуем. Пошла генерация. И вот наш генерация произошла. Он уже пытается подстроиться под окружающую среду. Он уже берет цветовые решения те же самые. Он берет уже какие-то элементы с фона. Если мы его скроем, включим, то увидим, что он пытался дорисовать и фон. Что в целом, на мой взгляд, уже неплохой результат. Давайте попробуем описать Human и сделать еще одну генерацию. Нам обязательно нужно выбрать слой, из которого мы будем брать как за основу. Ибо если мы не выберем слой, то он не поймется, с чего нам нужно брать за основу, чтобы сгенерировать поверх этого. Итак, сделаем еще одну генерацию. Немножко подождем, пока я вам расскажу про еще некоторые функции StableArt. Это Save Generate Image Locally. То есть мы можем локально сохранять изображение, которое сгенерировал StableArt. А потом можем просто открыть папочку, и все, что мы генерировали, окажется там, если вдруг бы идти что-то потерять. Поскольку мы генерируем разрешение несколько меньше, мы можем также попробовать поработать с количеством изображений, для того, чтобы у нас было больше вариантов. Я укажу два, чтобы это было чуть побыстрее, но вы можете, если у вас достаточно хорошее железо, указать и больше. У нас генерировал нашего человека, я ему не задавал никаких больших подробностей, поэтому сделал полосы на свое усмотрение. Возможно, немного не тот результат. Поэтому мы попробуем еще раз. Сейчас мы удалим лишние слои. И давайте, может быть, попробуем прорисовать посредство человека трелассо. Я это сделаю вот так. То есть это примерно та область, которую я бы хотел видеть человека. Возможно, даже вот так. Вот уже чуть-чуть повеселей. У нас сделала две генерации. Мы можем посмотреть их. Давайте мы перейдем к нашему парню, которого мы скачали. И попробуем сделать ему голубые глаза. Я выделю область. Перейду вкладку Image to Image. Наверное, немного понижу Denosing Strange. И попробую еще раз. Заметьте, StableArt сразу генерирует новый слой. Также он будет применять к нему маску. И как только наше изображение сгенерируется, он его поместит внутрь этого слоя с нашей маской. Вот уже совсем неплохо. Что мы можем еще сделать, чтобы мы можем показать внутри StableArt? Это вкладка Explorer. Здесь мы можем увидеть промты по разным работам. Например, если мы полистаем здесь и увидим какую-то работу, кто нам понравится, давайте напишем R-Station и Man напишем. Мы увидим какого-то мужчину с R-Station. Да, нет, не совсем. Но, допустим, мне очень нравится вот эта вот работа. Я могу взять ее, нажать «Добавить в промт» и он его пропишет. Либо я могу что еще сделать. Я могу также нажать вот сюда. И он мне покажет похожие работы по стилю, по промту. Но сейчас мы не будем и брать. Но это очень удобно в плане... Если мы, допустим, сюда пропишем Gold Man, мы, возможно, увидим... Да, мы увидим промты с золотом, что мы тоже можем быстро применить. Мы можем немного по ним поискать. Допустим, вот у нас есть золотой мужчина. Мы нажмем и увидим похожие промты. И таким образом мы можем дойти до какого-то решения, до которого мы не дошли сами. Но вот, комьюнити это уже сделала. И эта вкладка помогает нам найти какие-то уже классные решения по промтам. Так, давайте вернемся к тому промту, который мы выбрали. И попробуем сгенерировать с ним. Доносил в странице оставляю 0.45. Все остальные строки точно так же. И я укажу область. Давайте вот такое. Попробуем сгенерировать. Итак, мы видим нашу генерацию. Вернее, несколько вариантов. На мой взгляд, применение промта было недостаточно сильное. Мне кажется, можно немного повысить. Да, давайте 0.75. Мне кажется, он неплохо обработает. Мы попробуем скрыть все лишние слои. Также выделить парня. И нажать Generate. Только давайте попробуем одно изображение, чтобы то происходило чуть-чуть быстрее. И вот мы получили вот такой вот результат. В зависимости от силы Denosing Stranger мы будем получать разные результаты. В зависимости, чем больше, тем более не похоже на оригинал, тем более похоже на промт. Чем меньше, тем более похоже на оригинал. В принципе, все, кто работает с Stable Diffusion, это уже плюс-минус знают. Ибо давайте попробуем сгенерировать еще один по какому-то другому промту. Также зайдем в Explorer. Давайте возьмем золотого Цукерберга. И добавим его промт. Также выделим область. И нажмем Generate. Ну вот, на основе нашего исходного файла у нас получилась статуя Цукерберга. Притом в той позе, в которой был изначально парень. Можем этого видеть, включив-выключив слой, который создал Photoshop. В целом, на мой взгляд, это очень круто. На самом деле, зона применения Stable Art внутри Photoshop просто колоссальная. Мы можем делать быстрые фотобажи. Притом, те, кто работает с Photoshop, узнают, как с ним работать. Это позволяет не искать, допустим, исходники в той же Яндексе, в Гугле, на всяких стоках, быстро генерировать разные куски, допустим, гор, деревья, леса, и составлять из этого цельное изображение. То есть стандарт фотобажен. Также это позволяет быстро обрабатывать готовый результат, видоизменять его, допустим, закидывать дальше снова-таки в Stable Diffusion и тому подобное. Ну и также добавлять все эти результаты в AppSense, делать видосики и так далее. Ну, снова-таки, сам Photoshop, он очень обширный инструмент. И дальше, как с ним работать, думаю, вы сами уже решите, закидывая томата. А в After Effects можно анимировать через таймлайн и так далее. Подписывайтесь на наш Telegram, там много всего полезного. Там мы помогаем друг другу разбираться в нейросетях и делать крутые результаты. Всем удачи!